Здравствуйте, садитесь. Здравствуйте. Ну, разрешите представиться, я, моя фамилия Долгошеин Борис Анатольевич, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой физики элементарных частиц. Моя лекция будет завершать цикл лекций, которые связаны с теми работами, которые проводит наш исследовательский университет. Тема моей лекции называется «Путешествие вглубь материи». И я хочу подчеркнуть, что эта тема, она немножко отличается от всего того, что вы услышали перед этим. Основные лекции связаны с макроскопическими физическими явлениями, такими как тяготение, электрические и магнитные силы, структура вещества, атомная физика, плазма. Вот эти вещи, которые сейчас называют уже макрофизикой, отличаются от того, о чём мы будем сегодня говорить, тем, что мы будем интересоваться, что же происходит на размерах существенно меньших, чем размер атома, и даже размер ядра. Эти размеры, например, размер ядра составляет собой величину, которая есть единица, делённая на некое число с тринадцатыми нулями. А мы интересуемся и будем говорить о явлениях, о силах, которые действуют на расстояниях много меньше, чем этот размер. И вот это есть наше путешествие вглубь материи. Вот я вам покажу фотографию группы физиков на Сальвейском конгрессе в Брюсселе по физике в 1933 году, где присутствовали самые знаменитые физики Эйнштейн, Бор, Гайзенберг, Ферми, Абрам Фёдорович Йоффе. И Макс Борн сказал в то время, что физика, как мы понимаем, закончится через шесть месяцев. Считал, что всё уже известно, и ничего больше изучать не нужно. Однако мы видим сейчас дальше, что всё оказалось совсем не так. И вот то, чем мы будем сейчас заниматься, мы начнём фактически с макрофизики. Это вот материя в общей терминологии, которая представляет собой твёрдое тело, например. Дальше молекулы, атомы, ядра, составляющие ядер, нуклоны, ротон и нейтрон. И составляющие уже ротона и нейтрона или нуклона, фундаментальные частицы, которые называются кварками. Наверняка вы в школе слышали об этом и читали на эту тему. Но что интересно, что вот этот шаг, мы видим, наше путешествие идёт со стороны больших расстояний, в область малых расстояний. И вот это путешествие как раз и есть цель нашей лекции. Но надо сказать, что вот этот последний шаг кардинально отличается от тех, которые были до этого. Мы видим, что каждый раз, когда мы движемся по этой лестнице вглубь материи, мы переходим к меньшим расстояниям, но мы видим, что частицы, о которых мы изучаем, например, протон или нейтрон, они всё равно имеют какой-то размер. Вот тот самый, о котором я говорил. Наш шаг главный будет отсюда сюда. И вот этот шаг принципиально отличается тем, что частицы, составляющие нуклон протона и нейтрона, оказываются столь малыми, что мы не способны их измерить. Их величина масштаба меньше, чем 10 минус 16 сантиметров, в тысячу раз меньше, чем размер протона. Более того, есть теоретические соображения, что эти частицы являются безразмерными. Они не имеют размеров вообще. В этом смысле этот шаг является принципиально другим по сравнению с всеми остальными, которые были до сих пор. Надо сказать, что интересно, что вот эти три кварка, которые составляют нуклон, фактически составляют основу нашей материи, эти три кварка, мы можем вспомнить представление древних людей, что весь наш мир держится на трёх китах, на трёх слонах и так далее. И вот, оказывается, действительно, цифра 3, которую древние люди почему-то применяли в своих рассуждениях, она оправдывается на то, что материя состоит действительно из элементов, состоящих из трёх кварков. Вот эти три кварка как раз могут оказаться безразмерными. Дальше вот касательно размеров. Вот я снова говорю, размеры в долях метра. 10 минус 10 – это значит единица с десятью нулями в знаменателе. 14, 15, 18. И кварк, возможно, безразмерен, как я сказал. Теперь силы и взаимодействие, которые управляют природой, управляют материей. Наиболее известная сила – это гравитация, классическое яблоко, падающее на голову. И гравитация у нас – это вещь, которую мы легко и повседневно наблюдаем. Вот мы видим, что имеется вес у тела, они падают. Гравитация – это вещь, которая действует широко нам известно. Второе взаимодействие – это электромагнитное, которое тоже связано с макроскопическими явлениями. Молния, магнитные поля, атомы, кристаллы – все это построено на электромагнитных силах. И интересно то, что эти две величины, они широко известны с древних времен, просто потому, что эти две взаимодействия являются взаимодействиями, которые являются дальнодействующими. То есть силы гравитации действуют даже на огромных расстояниях. И поэтому они действуют в нашем макромире, где мы живем, наши все представления о жизни – это масштабы метр, сантиметр. Но то, что происходит на меньших расстояниях, эти силы фактически не могут дать ответа на этот вопрос. На этот вопрос дают ответ другие. Если гравитационно-электромагнитные дальнодействующие, то эти дальнодействующие силы описываются в физике тем обстоятельством, что, например, электромагнитные силы, два заряда обмениваются квантом взаимодействия, обмениваются фотоном. Примером фотона является просто оптический свет, например. Но вот эта связь между ними, взаимодействие, которое происходит между двумя зарядами, можно, так сказать, несколько фенологически описать следующим образом. Это я часто рассказываю на лекциях своих студентов. Представьте себе, один человек, он захотел взять взаимоденег у своего приятеля, взял 100 рублей на месяц. Месяц проходит, деньги отдавать надо, а денег нет. Тогда он взял у другого приятеля и отдал первому. У этому тоже на месяц взял. Через месяц он опять взял у первого и отдал второму. Через какое-то время он сказал, что это я буду вам отдавать, отдавайте друг другу сами. И тогда эти люди, которые начали отдавать друг другу эти 100 рублей, они связаны друг, оказались между собой тем, что они все время должны обмениваться этими 100 рублями. Если бы это было не 100 рублей, а 10 тысяч рублей, связь была бы еще более сильной. И в этом смысле фотон — это есть вот этот переносчик, когда два заряда обмениваются. И чем больше энергии фотона, тем больше эта связь. Та же самая история с гравитационными силами. Что же происходит с другими взаимодействиями, которые не были известны сто лет назад? Есть два взаимодействия. Одно называется сильным, просто потому, что связь, о которой мы говорили, гораздо больше, чем электромагнитная или тем более гравитационная. Это силы, которые связывают кварки внутри нуклона. Эти вот три слона, которые внутри нуклона, они не даром слоны, они сильные животные. И эта сила взаимодействия большая, поэтому это взаимодействие называется сильным. И связь между кварками очень большая. Но ситуация такова, аж так устроена это взаимодействие, что эти слоны заперты в некую клетку. Они не имеют возможности из клетки вырваться, они не вылетают из клетки. Вот это вот явление невылетания кварков из нуклона — это аналог сильного взаимодействия, которое действует только на малом расстоянии. Если мы эти малые расстояния не наблюдаем, не можем наблюдать, то мы никогда ядерных сил не обнаружили бы, несмотря на то, что это есть силы, которые обеспечивают стабильность всего окружающего нас мира. Другой тип взаимодействия, который называется слабым, и как мы сейчас увидим, незаслуженно называется слабым, связан с тем, что квант взаимодействия или радиус взаимодействия слабого, он еще меньше, он в сто раз, в сотни раз меньше, чем сильного. Поэтому это взаимодействие действует еще на меньшем расстоянии, клетка еще меньше, и поэтому мы слабые, эти слабые взаимодействия мы плохо можем наблюдать в реальной жизни. Но однако эти слабые взаимодействия являются фундаментальными тоже, и оказывают существенное влияние на развитие звезд, на существование Солнца, без которого вообще жизнь у нас на Земле отсутствовала. Вот это вот факт тот, что мы должны, продвигаясь в область малых размеров, на такие расстояния и даже меньше, мы наблюдаем совершенно новые уникальные явления, новые типы взаимодействий. А дальше мы увидим еще кое-что, кроме этого. Теперь, как же мы проникнуть должны на малые эти расстояния? Проникнуть на них можно только, если мы будем использовать явление рассеяния какого-то снаряда, которым мы будем пользоваться, на объекте, размер которого мы хотим изучать. И фактически любой физический эксперимент является экспериментом по рассеянию. Например, наблюдая вот эту указку, я делаю эксперимент, когда я имею источник света, фотон, падающий на эту указку, отраженный фотон, падающий мой в глаз, который является детектором частиц. Источник, детектор. И таким образом структуру этой указки я могу наблюдать. Но я знаю, вы из школы знаете, что размер, который я могу наблюдать таким способом, он не может быть меньше, чем размер того снаряда, который я использую, в частности, фотона. Видимо, фотон имеет характерную длину волны или размер порядка одного микрона, поэтому оптические микроскопы даже не могут меньше размеры мерить, чем один микрон. Поэтому если мы хотим проникнуть на расстояние гораздо меньше, мы должны использовать бесструктурные маленькие объекты. И вот Резерфорд более чем сто лет тому назад использовал в качестве снарядов не фотоны, как в примере, который я указывал, а он использовал альфа-частицы от радиоактивных ядер. Это есть ядра гелия без электронов. И эти ядра гелия бросались на ядра. И размер уже этого снаряда был как раз вот 10 минус 13, 13 нулей в знаменателе. И тогда с такой точностью он с удивлением увидел Резерфорд, что весь заряд атома, который считался в те годы просто размазанным по размеру атома, весь заряд атома сидит в одной точке, в очень маленьком размере, который был размер ядра, который оказался на 100 тысяч раз, во 100 тысяч раз меньше, чем размер атома. Таким образом, вот впервые применяя снаряды маленького размера, и, соответственно, как мы дальше увидим, все больше и больше энергии, мы продвигаемся вглубь расстояний, которые существенно меньше атома. Так вот, для чего же мы сталкиваем частицы? Как раз я и сказал, мы это делаем для того, чтобы прощупать размер пространства точнее, чем размер снаряда у Резерфорда. Это вот было в кавычках только 13 нулей в знаменателе. Это размер ядра. А что же там, если мы хотим размеры измерить еще меньше, чем эти 13 нулей? Например, 16 нулей, в тысячу раз меньше. Как нам быть в этой ситуации? Рецепт очевиден. Нужно, во-первых, иметь снаряд в качестве частицы, которые все меньших и меньших размеров, а лучше, так называемые, безразмерные фундаментальные частицы, которыми, например, является кварк. Значит, использовать, например, в качестве снаряда кварк. И в то же время, имея в виду, что размер объекта, точность, которую мы можем смотреть, изучать размер объекта, должна быть порядка длины волны этого снаряда, нужно, чтобы этот кварк был ускорен до больших энергий. Насколько больших? Вот смотрите. Если видимый свет, один электрон вольт, это энергия фотона, длина волны один микрометр, и мы получаем микроскоп. Можем наблюдать размер объекта такого масштаба. Что мы должны сделать, чтобы пролезть на размер, который хочется увидеть, 10 в минус 18 метра? Это значит выбрать безразмерные частицы, кварки, получаем кварковый микроскоп. Микроскоп уже в кавычках, потому что это уже не микроразмер. Микроскоп, он в таком обыденном представлении. На самом деле, лучше это назвать аттоскоп. От слова аттометр, который есть 10 в минус 18 метра как раз. Это будет кварковый микроскоп. Каким образом можно это сделать? Нужно использовать, как мы уже сказали, безразмерные фундаментальные частицы, кварки, и столкнуть эти кварки друг с другом. Но кварки, как вы помните, мы говорили, это слоны, которые не могут покинуть свою клетку. Эти кварки находятся только внутри протонов, например. Поэтому речь идет о том, свободном состоянии кварки не существует. Речь идет о том, что протоны надо столкнуть друг с другом, ускоряя их до очень больших энергий. В данном случае речь идет о приборе, о котором вы слышали наверняка по средствам массовой информации, который был запущен полгода назад, окончательно, большой адронный коллайдер, и столкнуть их, столкнув их, увидеть, что происходит при рассеянии одного кварка на другом. Что такое величина 7 ТЭФ? Это 10 в 12 электрон вольт. Напомню, что 1 электрон вольт это есть энергия частицы, скажем, электрона, который прошел разных потенциалов 1 вольт. Если электрон прошел разных потенциалов 1 вольт, батарейку мы подключили 1 вольтовую и ускорил электрон, его энергия будет 1 электрон вольт. Для того, чтобы мы ускорили частицу, такую как протон, тоже однозарядную, до энергии 10 в 12 или 1000 миллиардов или триллионов электрон вольт, это надо, чтобы она ускорилась при такой разнице потенциалов, которая соответствует тому, что, например, если мы подключим батарейку, которая имеет разный потенциал в порядке электрон вольт, 1 вольта, и посадим эту батарейку на все звезды нашей галактики, которых примерно 10 триллионов, и соединим их последовательно, и тогда на выходе мы получим энергию 10, 1 ТЭФ, то есть 10-12 электрон вольт. Вот такое сооружение сейчас работает в Международном Центре по физике частиц в Женеве. А вот я хочу вам показать, как выглядит событие соударения вот таких протонов, каждый имеет 7 триллионов электрон вольт. Это, вы видите, следы частиц, вот протоны движутся справа и слева, вот здесь точка соударения, эти частицы, рождающиеся при этом соударении, в магнитном поле закручиваются, мы видим треки этих частиц, которые мы должны зарегистрировать. И это есть одно событие соударения, таких событий 40 миллионов в секунду. Представляете, насколько сложно работать с таким прибором? Это вам не микроскоп, когда вы освещаете объект и смотрите это глазом, это есть вещь, когда вы должны проанализировать все вот эти события, измерив траектории всех частиц за счет многих координат, которые регистрируются при движении в магнитном поле. А вот то событие, которое мы должны вот в этой куче разыскать. В этой ситуации поиск иголки в стоге сена, это есть задачка детская, это гораздо более сложные вещи, конечно, такие вещи невозможны без детального компьютерной обработки всех вот этих огромного количества событий. Для примера вот здесь написано, что объем данных, чтобы проанализировать за одну секунду 40 миллионов вот таких событий, он имеет объем информации эквивалентным, который эквивалентен объему 100 миллионов телефонных разговоров в секунду. поэтому современная физика высоких энергий или физика элементарных частиц, физика фундаментальных частиц, вот это путешествие на такие маленькие расстояния, они невозможны без самой современной технологической техники, новой высокой технологии, включая, конечно, компьютерные вещи, и в частности у нас на кафедре, когда мы участвуем в этих в этих частности работах, наши кафедры участвуют, и вас, как будущих коллег возможных, которые могут прийти в МИФИ и в конце концов продолжать работать, это ускоритель только что запущен и будет работать, я думаю, лет 15-20, для вас это вполне разумный срок, чтобы участвовать в таких экспериментах. Вы должны понимать, что современные технологии включая технику компьютеров, без нее невозможно просто существование такого типа исследований. Ну и наконец, я хочу сказать, что наше путешествие вглубь материи, о котором мы говорим, до расстояния 10-18, о которых мы упоминали, это вещь, которая интересна еще вот тем, что там в меньших этих размерах пространства, зачем мы туда лезем, что мы там хотим увидеть. Во-первых, мы видим с вами на примере дальнодействующих взаимодействий электромагнитного и гравитационного, что если бы мы не провели любопытство, начиная с Зарфорда, пытаясь разглядеть все меньше и меньше размера, то мы бы никогда не узнали, что существует ни сильное, ни слабое взаимодействие. Поэтому, продвигаясь еще глубже, мы можем обнаружить еще совершенно новые типы взаимодействий, которые существуют в природе, и без которых существование нашей материи, ее возникновение в рамках эволюции Вселенной было бы невозможно. Могут быть новые типы материи, которые существовали в первые мгновения после большого взрыва образования Вселенной. А также, например, еще очень интересная вещь, это мы можем наткнуться, и теоретики все отработают очень интенсивно в этом направлении, на новых свойствах пространства времени. Что я имею в виду? Мы знаем, что мы сейчас живем с вами в трехмерном пространстве. Однако, вам легко представить себе, что, вообще говоря, можно представить себе микроба, который ползет по поверхности бильярдного шара. Для него нет третьего измерения, он считает, что мир плоский, двухмерный. Или, когда вы приходите в кинотеатр, смотрите на экран, вы видите двухмерное изображение, и ваше воображение только вам дает возможность представить себе третью координату пространства. А я вам задам вопрос, а почему наш мир так устроен, что у него только три координаты? Ответа на этот вопрос, вообще говоря, нет пока. Но, в принципе, математически никакой роли не играет три координаты пространства, или четыре, или десять. То есть, могут существовать многомерные пространства. Мы видим из-за нашего повседневного мы имеем дело с трехмерным пространством. Однако, мы ничего не знаем, что происходит на таких маленьких расстояниях. и теоретические представления, которые сейчас развиваются, говорят о том, что на очень малых расстояниях, меньших, чем вот эти 16 или даже 18 нулей, могут существовать многомерные пространства. Число измерений в этих пространствах может быть 10-15. И только при переходе от микро, даже уже слово микро здесь неприлично употреблять, вот от таких вот малых расстояний к нашим макроскопическим расстояниям. Эти пространства вырождаются в три измерения. И мы живем в трехмерном пространстве. Но для того, чтобы понимать, как развивалась материя и каким образом происходили эти процессы, это мы тоже можем узнать, двигаясь в этом направлении. Ну и мой последний слайд. Мы видим, что, я уже говорил вам, что путешествие вглубь материи, фактически, это есть путешествие во времени, если хотите. Вот в нашей современной Вселенной эта картинка показывает весьма так схематически развитие рождения нашей Вселенной. Вот имеется какой-то большой взрыв первоначальный, который затем идет развитие во времени сюда, вот это вот наше время, 15 миллиардов лет, где существуют наши галактики, звезды, планеты и окружающая нас материя. А в начале большого взрыва были гораздо больше энергии, гораздо более высокие температуры. И фактически наше путешествие вглубь материи в этой шкале выглядит путешествие от макоразмеров сегодняшнего мира в сторону малых времен большого взрыва. И вот это время всего лишь 10-11 секунды. Что происходит здесь после момента большого взрыва на временах порядка 10-11 и 10-10 секунды до этого физика пока не может ничего определенного сказать. Но тем не менее двигаясь в эту сторону, увеличивая энергии ускорителей, изучая все более детально структуру материи на очень маленьких размерах, мы дошли уже вот досюда, до таких малых времен. И уже может быть совсем недалеком будущем нам будут доступны некоторая информация, которая позволит нам объяснить природу возникновения нашей Вселенной. Ну вот, позвольте мне на этом кончить и выразить надежду, что с некоторыми из вас мы встретимся еще в будущем при изучении вот таких явлений, как отто структура материи, если хотите. вопросы какие-нибудь? Субтитры создавал DimaTorzok